МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире «Неделя города» и сейчас о главных темах минувших будней. 60 миллионов получит Рязань на помощь безработным и медикам. Путь к авангарду, живопись, новая выставка из частной коллекции открылась в художественном музее. Рязанская область получит дополнительные средства из резервного фонда правительства России. Порядка 59 миллионов 61 тысячи рублей будут направлены на социальные выплаты безработным. Еще 18 миллионов 788 тысяч рублей пойдут на стимулирующие выплаты медработникам. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. По словам депутата Госдумы РФ от Рязанской области Андрея Макарова, дополнительные трансферты предназначены региону на финансовое обеспечение соцвыплат безработным и стимулирующие выплаты медикам. Субвенции на социальные выплаты безработным выделены в сумме порядка 59 миллионов 61 тысячи рублей, еще 18 миллионов 788 тысяч пойдут на стимулирующие выплаты медработникам, которые определены для них по поручению президента РФ на период пандемии коронавируса, сказал Андрей Макаров. Губернатор Николай Любимов заметил, что поддержка оставшихся без работы медиков, трудящихся с повышенной нагрузкой, в период пандемии находится в приоритете. В Рязани задержан межрегиональный наркокурьер, перевозивший 13 килограммов синтетических наркотиков. Подробности в следующем сюжете. На этих кадрах, опять же, операция по задержанию наркокурьера, он перевозил в автомобиле своей знакомой несколько пакетов с таблетками и кристаллическим веществом, общий вес которых составил 13 килограммов. Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из УМВД России по железнодорожному району города Рязани и УФСБ России по Рязанской области задержан подозреваемый в покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере, совершенный группой лиц по предварительному сговору. По версии следствия, он занимался поставками наркотиков в ряд регионов России для последующей продажи через интернет-магазины. Наркокурьер оборудовал тайники за обшивкой багажного отделения. Экспертиза установила, что изъятые вещества – наркотические средства синтетического происхождения. Крупной партии, которую задержали полицейские, хватило бы для производства 130 тысяч разовых доз. В результате оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность предполагаемого злоумышленника. При силовой поддержке сотрудников отряда специального назначения «Гром» полицейскими был задержан ранее судимый гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Следственной частью Следственного управления ОМВД России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Суд отправил наркокурьера в СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается. Олеся Котровская, телекомпания «Город». К числу наиболее часто встречающейся патологии в мире относятся заболевания желудочно-кишечного тракта. Эксперты Всемирной организации здравоохранения полагают, что к середине 21 века заболевания органов пищеварения будут занимать одно из ведущих мест. Стрессы, нерациональное питание, гиподинамия, вредные привычки – все влияет на наш организм. Известно, что заболевание легче предупредить, чем лечить, поэтому вовремя проведенное обследование поможет принять своевременные меры. Медлайн – первый и единственный в Рязани специализированный центр по диагностике и лечению заболеваний желудочно-кишечного тракта и прямой кишки. В одной клинике работают ведущие специалисты смежных направлений. Это дает возможность исследовать заболевания с точки зрения разных дисциплин и найти для пациента лучшее решение в кратчайшие сроки на современном оборудовании. В нашей клинике выполняется видеогастро и видеоколоноскопия. Оборудование высокотехнологичное, емотского производства, с тонким диаметром вводимой трубки и с высоким качеством разрешающей способности камеры дистального конца. Основная семиотика заболеваний наших – это полипы, язвы и воспалительный характер из заболеваний. Плюс, конечно, не забывать онкопатологию, которая, к сожалению, последние годы занимает большой объем в структуре патологии и требует большого внимательного отношения. Гастроэколоноскопия – исследования, которые чаще всего выполняются по медицинским показаниям. Также они проводятся в рамках скрининга, направленного на выявление патологии желудочно-кишечного тракта. При этом Всемирная организация здравоохранения рекомендует для профилактики лицам старше 50 лет проходить данные обследования на регулярной основе. Это позволит минимизировать риск развития серьезных заболеваний и избежать осложнений. Выделение эколопрактологии с помощью современных малоинвазивных хирургических вмешательств избавит от заболеваний прямой кишки. Диагностика проводится с обезболиванием, пациент не испытывает болезненных ощущений, а врач имеет возможность провести тщательный осмотр, поставить диагноз и своевременно начать лечение. В нашем медицинском центре вы можете получить широкий спектр услуг по лечению прокатологических болезней, безоперационное лечение геморроя, услуги эстетической прокатологии. К сожалению, большинство пациентов после возникновения у них симптомов могут оттягивать прием месяцы, а то и годы. И потом они вынуждены обращаться либо с осложнением их заболевания, либо в поздней стадии. И надо отметить то, что на поздних стадиях как лечение может быть более травматичным и агрессивным для пациента, так и прогноз может быть менее благоприятным, чем лечение на начальных стадиях. На протяжении четырех лет формировалась потрясающая команда специалистов, которые не просто профессионалы своего дела, а которые неравнодушны к своей профессии. Это и врачи, это и средний медицинский персонал. У нас в клинике есть комплексные программы, где пациентам удобно приехать и в один день пройти нескольких узких специалистов, получить консультацию от них, а также пройти обследование на специальное оборудование. За прошедший год среди пациентов пользуются большой популярностью ряд комплексных программ обследований для мужчин и женщин. Мужское здоровье, здоровый кишечник, онкоскрининг – это та небольшая часть авторских программ, которая направлена на качественное обследование пациента, постановку диагноза и выбор схемы лечения в кратчайшие сроки. В нашем медицинском центре есть все необходимые оборудования для решения таких проблем с женским здоровьем, как нарушение менструального цикла, воспалительные заболевания угонов малого таза, патологии шейки матки. Мне как специалисту очень приятно, что пациентками в последнее время все более востребованы комплексные программы обследования, такие как женское здоровье, буду мамой, онкогинекология. Это удобно в первую очередь для самой женщины, так как позволяет в условиях одного центра в течение нескольких дней пройти все необходимое обследование. Стоит отметить, что в медицинском центре в комфортных условиях дневного стационара у вас есть возможность пройти курсовое лечение с использованием физиопроцедур, капельниц или инъекций. Для удобства записи пациентов есть свой колл-центр, специалисты которого помогут спланировать визит и расскажут, как подготовиться к приему. Записаться на прием можно как лично, так и по телефону или оставив заявку на сайте. Олеся Котровская, телекомпания «Город». Открытие выставки картин Бориса Смотрова «Путь к авангарду» живописи из частной коллекции Александра Воронина в Рязанском художественном музее сам коллекционер назвал событием, которое дорогого стоит. Сегодня, когда из-за пандемии закрыты музеи Москвы, Санкт-Петербурга, подобные мероприятия явно поднимают народный дух. Напряжение 2020 года сказывается на всех сферах жизни и неопределенность, что будет дальше, нагнетает обстановку. Плановые открытия выставок – важный момент не только для культурной жизни города. Это глоток свежего воздуха для рязанцев, когда привычная свобода перемещений между городами даже в пределах одной страны ограничена. А само творчество художника Бориса Смотрова – яркая, самобытная, жизнеутверждающая, зарядит оптимизмом даже тех, кому современное искусство не близко. Цвет на его картинах энергетически наполнен, и каждое цветовое пятно, взаимодействуя с другим, очень активным и насыщенным, создает особую гармоничную палитру, которая звучит почти как музыка. Художник Борис Смотров по образованию график и свою карьеру начинал именно в этой стезе. Его агитационные плакаты в советское время были очень популярны, но в начале 2000-х художник пришел к живописи, и его творчество – это некое переосмысление авангардной живописи и наивного искусства. Борис Смотров – это художник, который прежде всего проникает в глубинную суть авангардного искусства, и это отличает его от остальных мастеров. В его образах не просто рассказ о конкретных людях, это не просто рассказ о русском народе, это рассказ о русских архетипах, о том, что всех нас объединяет, о том, кто мы такие, откуда мы пришли и куда мы идем. Главные герои произведений Бориса Смотрова – русские бабы и русские мужики. Иными словами, простой русский народ, живущий на земле и любящий землю. Художник воспевает труд, от его полотен веет праздником и гармонией, в которой герои находятся с природой. Это единство невольно ощущает и зритель. Да и сама экспозиция, созданная с учетом пожеланий автора, который в связи со своим преклонным возрастом не приехал на открытие в Рязани, объединена некими лейтмотивами. Например, птицы счастья весенние и пейзажи, как аллегория новой жизни. Первый снег и зимние стога, как символ заката, предвещающего «Скорое начало нового». Оформление работ тоже выдержано в одном стиле. Об этом позаботился известный коллекционер Александр Воронин, по чьей инициативе и состоялась выставка в Рязани. Мы надеемся, что наш союз с коллекционером не прервется. У него масса проектов очень интересных, это всегда востребовано. И на самом деле сейчас современное наше положение дает какую-то такую очень хорошую возможность работать именно с коллекционерами. Выставка работ Бориса Смотрова продлится в Рязанском областном художественном музее до 7 февраля 2021 года. Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». С 1 декабря все медработники, не получающие надбавок за работу с больными коронавирусом, могут оставить жалобу в электронном виде. Сделать это можно в личном кабинете на сайте госуслуг. Там же всем зарегистрированным теперь будут приходить уведомления о льготах. Льготникам, кстати, упростили покупку проездных билетов на электричке и поезда. Опционально жаловаться онлайн на недоплаты медикам, работающим в красных зонах, еще не все, что предлагают власти с 1 декабря. В каждом конкретном случае теперь обещают проводить расследование. Напомним, сейчас все медработники должны получать выплаты за каждую ненормативную смену. Их размер в специальном постановлении правительства. Еще одно изменение в системе здравоохранения – новый порядок оформления больничных. Теперь будет единый электронный лист нетрудоспособности. Причем открылась возможность оформлять его сразу на нескольких детей. Родители малышей до 7 лет в случае закрытия на карантин детского сада теперь смогут получить больничный по уходу за ними. Важное уточнение – врач или фельдшер теперь не смогут выписывать или продлевать больничный лист единолично. Это должна будет делать врачебная комиссия. С 1 декабря изменились тарифы на электроэнергию. Специальным приказом Федеральной антимонопольной службы регулировка, впрочем, ждет не какие-то конкретные суммы, а максимальные уровни их роста. Тарифы вырастут примерно на 5% в зависимости от кухонной плиты, газовая или электрическая, и от расхода энергии в течение суток. А это уже новость для автолюбителей. С 3 декабря в России начинают действовать новые требования к водительскому удостоверению, свидетельству о регистрации транспортного средства и форме ПТС. Теперь в верхней части лицевой стороны удостоверения появятся надписи на трех языках – русском, английском и французском. А в свидетельстве о регистрации транспортного средства теперь будут указывать данные о мощности его двигателя. Уже выданные ранее документы также действительны. Срок их обращения истекает не позднее 2025 года. Специальная маркировка теперь будет необходима для вывоза за рубеж даже временного музыкальных инструментов. Кроме того, на каждый из них необходимо оформить паспорт Минкультуры сроком на 10 лет. Максим Васильев, телекомпания «Город». Следователи отдела по расследованию преступлений прошлых лет раскрыли резонансное убийство в Касимове 15-летней давности. Тогда у собственного дома была найдена убитая 18-летняя девушка. Кропотливо восстанавливая практически поминутно картину преступления, следователи нашли свежие доказательства причастности одного из местных жителей. Избирательность памяти этого человека сегодня, спустя 15 лет, у следователей вызывает ироничную улыбку. Ну, конечно, каким был нож, ты помнишь точности, как избавлялся от него тоже, а из-за чего возник конфликт с девушкой – нет. Да и число ударов память по-дружески скрывает. Примерно 5. На самом деле нет. По официальной версии следствия, в девушку вонзали лезвие не менее 75 раз, а затем чем-то добивали. Именно эти факты заставили следствие по-другому взглянуть на это убийство. Статья стала тяжелее. Ему обменялось помимо ножа, которым были причины колоты, резные колоты, ранения. Также и деревянный лопат, которым причинал ушибленный ран потерпевший. Все это в совокупности было оценено с точки зрения уголовно-представального закона. И следствие посчитало, что доказательство достаточно собрано для того, чтобы инкриминировать лицу, совершившего это деяние. Часть 2, статья 105, с коллекцирующим приступом особой жестокости. Рязанскому отделу по расследованию преступлений прошлых лет всего полтора года. Но успехи в охоте на глухарей вполне ощутимые. Ворошить старые дела как раз про них. И в этом деле они решили пойти с самого начала. Десятки новых опросов и командировок в Касимов вывели следователей на мотив убийства. Отказ в интимной близости. Дальше со свидетелями работали методом исключения. На тот момент они почему не говорили там, да, то есть потому что они были молодые, потому что они стояли в дружеских отношениях. То есть у них вот это вот ложное понятие друга, да, ложное понятие защиты. Сейчас уже люди уже, ну, в среднем возрасте уже, как бы, у них семьи есть у кого-то. Люди уже выросли, как бы, они понимают, что все-таки надо как-то изобличать лиц, которые, ну, причастны к совершению преступления. И, конечно, ребята, вот, я говорю, мои коллеги из Касимовского бюджетного следственного отдела, кропотливо работу провели, да, по установлению вот этих вот свидетелей, да, с ними работу провели. Одна из самых невероятных и конспирологических версий убийства – нездоровая аура вот этого дома, у ворот которого и нашли искромственное тело жертвы. Говорят, еще до революции здесь жил мясник. Позднее, прямо на участке, то и дело находили старые кости. В общем, люди обходили это место стороной. Влиянием темных сил, конечно, можно объяснить то иступление, с которым убивали 18-летнюю девушку. 75, я напомню, 75 колотых ран. Впрочем, для суда все это явно неубедительно. Факты – вещь, как известно, упрямая. Отсюда и приговор. Шесть с половиной лет лишения свободы. И это несмотря на 15-летний срок давности. Впрочем, в законную силу приговор еще не вступил. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В середине октября появилась новость о закрытии женского футбольного клуба «Рязань-ВДВ», а это, по сути, единственная команда высшего дивизиона в регионе. Многие рязанцы вступились за команду, и вот в конце ноября официально объявили, что клуб не закроют. Еще несколько дней назад казалось, что эти кадры выступления женского футбольного клуба «Рязань-ВДВ» войдут в историю региона как последний матч команды на чемпионате УЕФА. Решение о закрытии клуба объявил министр спорта Вячеслав Фролов в октябре. Тем более, до конца сезона оставалось всего пять игр. И на защиту десантниц встали многие. От болельщиков до руководителей. Я поехала в Москву для встречи с руководителем департамента женского футбола Полиной Валентиновной Юмашевой. Буквально упала на колени перед ней с просьбой помочь нам. Потому что я понимала, что без поддержки Российского футбольного союза нам не обойтись. И никто, честно говоря, не ожидал, что люди так неформально подойдут к этой ситуации. Светлана Подоль всегда говорила футболисткам, что матч не закончен, пока не прозвучал финальный свисток. До тех пор нужно бороться. Так боролся и клуб. Девушки делали посты в социальных сетях и распространяли информацию. Вели переговоры со спортивными организациями. И 30 ноября было объявлено, что клуб удалось сохранить. С этого года выделена федеральная субсидия по линии Министерства спорта Российской Федерации. Она выделена РФС. РФС выделяет клубам 11 с лишним миллионов рублей. Это предполагается потратить на развитие женского футбола в России. На будущий год эта субсидия будет нам даже немного увеличена. Деньги будут поступать до 2024 года. Они выделены из того расчета, что регион клуб сохранит. А субсидии также будут потрачены на строительство детских манежей и развитие спорта. В том числе поддержку клубов Суперлиги. Рязанки же закончили сезон чемпионата России в ТОП-4. Боролись за бронзовую медаль, но, вероятно, общий настрой и новость о закрытии клуба сыграли свою роль. А уже с хорошими новостями они будут набираться сил и попробуют показать себя в предстоящем сезоне. И, может, снова сыграют в финале чемпионата УЕФА. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Реконструкция Большого каменного моста на улице Ленина, ранее Астраханской, продолжается и открывает все новые страницы истории города. На этот раз появилась новая черта в облике Рязани. Археологам удалось найти остатки строения, назначение которого ученые поняли не сразу. Однако анализ и архивные фотографии помогли разгадать загадку. В самом начале работ по реконструкции археолог Василий Конов, проводя археологический надзор, в одной из траншей обнаружил ряд кирпичей на цементном растворе, выложенных прямой линией с небольшим декоративным изломом и закруглением. Причем располагалось это все на глубине около полутора-двух метров. Первоначально этот ряд кирпичей был принят за фундамент какой-то ранее неизвестной постройки. Василий Конов находкой поделился с историком Александром Дударевым. Когда потом я открыл фотографии этой территории благоустройства 50-х годов, то там был увиден, обнаружен фонтан советский. И получается, вот эта кладка принадлежит к боковой стенке советского фонтана. Он был частью благоустройства Лыбецкой долины, которая была произведена в конце 40-х, в начале 50-х годов. Там, соответственно, были сделаны вазоны, спуски на это место, где и сейчас лестница находится. Также и в центре был разбит фонтан. Причем есть несколько фотографий, где видно струи побольше, мощность напора, где мощность поменьше, люди вокруг гуляют. Также на одной из фотографий, на том месте, где сейчас стоит почтанк, там уже установлена какая-то миниатюрная скульптура, но качество фотографий не позволяет разглядеть, кому она посвящена. Кроме того, рядом с нынешней лестницей, по которой пешеходы спускаются от улицы Ленина вниз, были найдены другие лестницы, ведущие также вниз на Лыбецкий бульвар, но под более крутым изломом. Иными словами, археологи нашли некоторые элементы благоустройства 50-х годов прошлого века, которые мы с вами ранее могли видеть только на фотографиях. На логичный вопрос, почему сейчас все это находится на такой глубине, Александр Дудрев дает простой ответ. В начале 60-х годов начали строить здание почтанта, в связи с тем, что, во-первых, его архитектура отличалась уже от такой сталинской архитектуры, он уже строился в хрущевское время. Во время проведения этих работ вся эта территория, ну просто она была счищена во время стройки, и поэтому приняли, на мой взгляд, решение засыпать всю эту территорию ровным слоем земли. В результате получился уровень поднялся. Вот так в 20-е годы 21 века для ученых и историков стало неожиданностью в качестве археологических находок обнаружить элементы советского благоустройства. Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Театральная премия «Золотая маска» – важный рубеж для любого театра страны. И даже попасть в номинацию – уже достижение и признание высокого уровня деятельности. В этом году номинантами премии стали два рязанских театра – «Кукол» и «Драмы». Театр драмы стал номинантом впервые в своей истории. Спектакль «Пиноккио. Переплыть море» появился в репертуаре Рязанского театра драмы в результате творческого взаимодействия с итальянским режиссером Луизой Гуаро. Классика итальянской литературы, поставленная итальянским творцом, открывается для нас, российских зрителей, совершенно по-новому. Мы делали эксперимент. Мы в 2019 году решили, что мы поставим зарубежную классику разных стран, но чтобы постановочные группы были из этих стран. Поэтому у нас был немецкий проект, где был и немецкий художник, и немецкий режиссер. И был спектакль «Пиноккио», где Луиза была режиссером, и художник по свету был тоже из Италии. «Пако». Философская притча о поиске духовного пути. Именно в таком ключе можно увидеть произведение, которое в основном принято воспринимать как детскую сказку. «Пиноккио» в сознании русского зрителя вяжется с Буратино, и всем известна интерпретация итальянского фольклора в авторстве Алексея Толстого. Однако первоисточник глубже и серьезнее, и воплотить эту глубину удалось в рамках спектакля «Пиноккио. Переплыть море». Вот каким должен быть театр. Когда ты приходишь в театр не просто повеселиться, отдохнуть, а когда ты уходишь со спектакля с размышлениями, с какой-то новой философией. Это очень важно. На мой взгляд, это очень важно. Шесть актеров, минимум бутафории, полгода напряженной работы над постановкой. И в репертуаре театра драмы появился спектакль, который не оставит равнодушным ценителей настоящего театрального искусства. Итоги премии «Золотая маска-2021» подведут в апреле, когда объявят лауреатов. Но даже попасть в номинацию главной театральной премии – настоящее признание. Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». 4 декабря отмечается особенный праздник, посвященный наступающему Новому году. День заказов подарков и написания писем Деду Морозу. Именно 4 декабря во многих странах мира почтамты начинают предоставлять услуги по отправке писем Деду Морозу. Или открываются специальные почтовые учреждения. В этом году из-за коронавирусной инфекции встретиться с волшебником удастся вряд ли, но написанные письма обязательно дойдут до адресата. В Рязани акция «Письмо Деду Морозу» стартовала чуть ранее. В этом году рязанский Дед Мороз может и не появиться. Виной тому карантинное ограничение. Однако письма детей не останутся без внимания. Если раньше свое послание новогоднему волшебнику можно было передать лично, теперь это делается бесконтактно. В лесопарке появилась почтовая будка для писем Деду Морозу. И каждый, кто напишет нашему волшебнику добрые слова, свои пожелания, обязательно получит ответ. Если же ребенок, либо взрослый, захочет поделиться своими успехами, рассказать какие-то радостные события, то обязательно он получит не только наставление, но и грамоту о том, что он хорошо себя вел, хорошо учился, радовал родителей. И, соответственно, самое доброе пожелание и наставление Деда Мороза и его помощников. Выемка писем из ящика станет особенным ритуалом. Его будет осуществлять рязанский почтальон каждые две недели. Все собранные послания он передаст лично Деду Морозу. Также зимнему волшебнику можно написать и онлайн. Из-за карантинных ограничений он почти полностью освоил современные технологии. Дед Мороз будет общаться у нас со своей новогодней резиденцией с домиков в формате зума. Соответственно, будет вестись заранее запись. Каждый ребенок с родителями может записаться в удобное для них время. И в это время созвониться с нашим волшебником, который уже будет знать, с кем он выходит в эфир, и, соответственно, пообщаться. Увидеть Деда Мороза можно будет только онлайн. В группе Лесопарка в социальных сетях со временем появятся видеоролики, где волшебник обходит свои владения и общается с детьми. Отвечать на онлайн-почту Дед Мороз или его помощники будут регулярно. Волшебнику уже написали около 60 человек. Изменилось и содержание писем. Если раньше дети просили материальные подарки, то теперь часто фигурирует слово «здоровье». Просит его для себя или своих родных в это непростое время. Вы также можете воспользоваться любым способом и сообщить дедушке о своих желаниях. В конце концов, кто об этом узнает? Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город. На этом у меня все. Больше новостей смотрите на нашем сайте город62.тв, в социальных сетях телекомпании ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграм. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова